Ну и прямо сейчас Андрей готов поделиться своими правилами ухода за домашним питомцем. А мы ждем нашу гостю, с которой поговорим на экологические темы. А пока слово нашему коллеге. Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое, и зубной порошок, и густой гребешок. Большинству из нас на практике знаком этот знаменитый лозунг Чуковского. А хорошая гигиена – залог отличного здоровья как людей, так и их лучших друзей. А друг у нас, как говорится, познается и в этом тоже. Собака грязная – это уже источник инфекции ходячей и неприятного запаха. Если это все еще и лезет на кровать грязно, то и кровать у вас такая же, соответственно. Плюс болячки некоторые вообще от грязи бывают такие необычные, которые на людей переходят. Элементарно даже блохи. Есть блохи, значит, что процентов есть глисты. Глисты переходят на людей легко, на детей особенно. Именно поэтому всем, у кого уже есть четвероногий друг и тем, кто такого себе завести собирается, предлагаем прежде пройти короткий курс молодого собаковода по гигиене собственного питомца. В этом первом его выпуске мы расскажем, как в домашних условиях, без всякого специального оборудования правильно почистить вашему псу уши и зубы, а также избавить его от ненавистных колтунов. Итак, все начинается вот с этих ушей, чистота которых требует недорогих капель и самого обыкновенного ватного тампона. Вот они ухи. Вот эта вот вся шерсть из ушей должна быть выщипана. Для чего? Во-первых, легче ухаживать за ухом. Во-вторых, как бы и чистить легче. Вводим вот это вот слуховой, не надо туда пихать, чтобы собака жбитная. Две-три капельки в ушко. Ушко складывается вот так. И вот таким движением, чтобы оно впиталось, чтобы грязь там вся расставилась, ему даже нравится, потому что он уже глазка сокрыл. Вот так вот это все массируем недолго. Потом берем обыкновенный ватный диск. Да не едай, это успокойся. И собираем просто вот большим пальчиком. Ну вот так это выглядит. И вот это все вот так вот. Идеально повторять эту процедуру раз в неделю, но только не переусердствуйте в глубине очистки, чтобы не напугать питомца. Поэтому для маленьких пород будет лучше использовать ватную палочку. От ушей переходим к зубам, чистить которые следует не очень людским способом, зато очень натуральной зубной пастой. Можно томатная паста. Вот наносится на диск, наносится, ждете немножко. То есть томат, он растворяет эти зубные камни на лед. Ну вот, пожалуйста. Маленькая собачка, та же ватная палочка. То есть это как бы никаких вот он сидит спокойно вот так потом счистили. Чистить зубы вашему пушистому другу достаточно раз в неделю. Раз в две недели, если собака питается твердым кормом, который счищает неблагоприятный зубной налет. Ну а если уж зубки начали болеть и как следствие неприятно пахнуть, то лучше сразу обратиться к ветеринару. Навострив клыки, вычешем спутавшуюся шерсть животного. Главное делать это расческой, без шариков на кончиках и не на сухую. Ну вообще, если собака в колтунах, то лучше все колтуны пробрызгать и разобрать до мытья. Потому что после мытья это вообще там очень сложно будет. Чем мягче шерсть, тем она быстрее колтунится, тем она быстрее вот эти колтуны образовывает. У нас бывает, что очень вот эти места, то есть подмышки колтунятся, пятки, потому что они на них как бы сидят. Ну вот здесь бывает, что поели, не вытерли морду, те, кто питаются там, например, не кормом, а кашами, нужно вытирать, иначе вот на усах сосульками все это еще и пахнет при этом не очень вкусно. И напоследок полезный совет от опытных заводчиков. Приучать своего питомца к гигиеническим процедурам следует с самого раннего детства, на лакомство и хозяйский авторитет. Не надо заваливать собаку всей семьей с криками и скандалами. От этого, поверьте, ни у вас, ни у вашего пса не останется позитивных воспоминаний от такого приятного слова, как чистота. В следующем нашем выпуске гигиенического ликбеза мы подробно расскажем о собачьей ванне и собачьих когтях.